Но эти дети, они погибли в Киеве, Россия решила их судьбы и их убила. Но Херсон под оккупацией российских войск уже более трех недель. Они не пропускают никакую гуманитарную помощь, никакие лекарства в город. Я общаюсь с моей семьей, с моими друзьями. Сегодня мне буквально рассказывали, что начались обыски. Российские солдаты ходили с дома в дом. Они искали своих дезертиров, они искали оружие, они искали членов теробороны или армии. Что за шайка воров, алкашей, наркоманов приехала в Украину обворовывать наши дома, убивать наших людей? Я просто не представляю. Когда они заняли Херсон, они вышли на площадь, собрали каких-то 10 алкоголиков, не знаю, из подворотни, наверное. Пытались показать, что херсонцы поддерживают Россию. Никто в Херсоне не поддерживает Россию. Каждый день херсонцы выходят на митинги против России, за Украину. Мой брат мне рассказал в подробностях их историю выживания. Ему 28 лет, он женат, очень вырос в Волновахии, очень любили свой город. Они наконец-то купили квартиру в ипотеку. 24 февраля они проснулись от взрывов на соседней улице. Они за 10 минут буквально собрали свои вещи и бежали к родителям в частный дом, потому что думали, там будет безопаснее. Они провели несколько недель в подвале, греясь буржуйкой. Однажды просто они увидели русский танк у них во дворе, который просто сжег соседние дома. Они были безумно испуганы. Когда танк все-таки убрался с их двора, мой брат вышел на улицу и увидел, что все соседние дома просто горели. А, и до того еще, как он мог выйти, русские солдаты решили прикрыть крышкой их домоход, чтобы они все погибли в подвале. Но их гараж просто каким-то чудом был не поврежден, и машина была в гараже. И они решили буквально за 15 минут, что это шанс бежать. Это было 4 марта. И они за 10 минут собрались, сели в машину и просто ехали по улице, выезжая из города, между танков. С белым флагом, видя на дорогах разбитые машины гражданских людей, трупы рядом, эвакуационный автобус, который ехал спасти людей, тоже не доехал расстрелянный. Его отца забрали в плен российские военные, потому что он на пенсии, но он когда-то служил в украинской армии. Они его забрали, и у нас нет никакой связи. Абсолютно. Мы не знаем, жив ли он. В Чернигове город пострадал именно из-за атак из неба, из ракет. Много людей было поранено, потому что стреляли не по военным объектам, а стреляли по жилым массивам. Поэтому много квартир, много домов было разрушено, и жертвы именно из-за этого. Я считаю, что это геноцид, и мы должны остановить этот геноцид, потому что мирные жители страдают.